Благотворительному фонду память Афгана сегодня 10 лет. Работает организация прежде всего поддержкой, заботой тех, кто прошел огненными дорогами войны. За это время была оказана помощь нескольким сотням воинов-интернационалистов. Вручены десятки легковых автомобилей и тысячи единиц бытовой техники. Артем Новицкий подробнее. Сначала 10 лет войны изменили его жизнь, затем вот уже 10 лет он меняет жизнь других. Благотворительный фонд память Афгана под руководством Александра Метлы не просто помогает. Иногда спасает тех, кто тогда в 80-х спасал из-под афганского огня своих товарищей. Память Афгана это память о той афганской войне и прежде всего очередь о тех, кто на ней сложил головы. И главное, конечно, о живущих, тех, которые сегодня живут и находятся в более худшем положении, чем, допустим, те, которые пришли живые, как говорится, здоровые. Два десятилетия назад он сам вернулся живым из Афгана. Теперь главная цель Александра Михайловича возвращать к обычной жизни тех, кто после той операции, в СССР войной ее официально не называли, остался наедине со своими ранениями. За эти годы мы все-таки смогли собрать деньги и вручить ребятам 75 автомобилей, 14 тяжелых мотоциклов, много другой техники бытовой, а также оказать материальную помощь финансовую тем, кто действительно нуждался и находился в крайне тяжелом положении. Награды, а все чаще просто необходимую помощь, герои Афгана получают и спустя десятилетия. Свои полтора года службы Александр Евгеньевич помнит до сих пор. Спустя 20 лет самостоятельно передвигаться ветеран почти не в силах. Автомобиль, подаренный год назад фондом памяти, помог в прямом смысле снова встать на ноги. Теперь он сел, ласточкой какие-то езжу, да и поехал. И поликлиника, и магазин, и да вон лето, на рыбалке хоть с удочкой посидеть, и только, как говорится. Как-то проехал, я там заблудился, да там же вообще все застроено, там же поле, и кладбище, ничего больше не было. Это вот сидел все так около дома, а сейчас все, я на колесах. Десять лет работы фонда это не просто миллионы рублей, собранные на благотворительность. Это в первую очередь поддержка и забота военнослужащих, жизнь которых изменила афганская война. Ко всему прочему, и весь этот комплекс под уже известным всем названием «Линия Сталина» тоже инициатива благотворительного фонда память Афгана. Арцем Новинский, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ.